И поставленные сценарии, и тут уже, значит, вот эта пауза. Ну, через семь лет приближалось сорокалетие Победы, и что-то у них, значит, там забрежило. Они все хотели, чтобы сценарий сценарием, а пусть другой режиссер снимет. А Дамович сказал, нет, только он. Он семь лет отстаивал, значит, меня. А я уж даже и забывать начал, хотя меня соднило, что я вот это не снял. Ну, короче говоря, к этому делу все-таки вернулись. Вот, и так вот это название «Иди и смотри» возникло, и все-таки мы приступили к этой работе в Белоруссии. Вот, и снимали там довольно долго. В общем, непроизводительно снимали. Почему? Потому что в главной роли уже был выбран Алеша Кравченко, вот этот замечательный парень, которому было 13 лет. И он вообще в кино первый раз. Вот, и потому что когда у актера есть мастерство, он этим мастерством защищен. А когда у него никакого мастерства нет, только желание слушать режиссера, желание это делать, понимание, что он делает большое дело, важное, все равно это могло кончиться очень печально. Просто печально. Психушкой могло кончиться. Потому что там много состояний, когда даже не когда там по болоту, а они тонут в болоте, когда над головой пули настоящие летят. Вот так вот шли из пулемета пули. А еще снаряд прилетал к нам, вот такой вот, который разрывался над нами. Оттуда парашют осветительный спускался. У нас все это синхронизировано было. А тут еще корова, которая чуть не раздавила нас всех вообще. Но самое страшное, самое страшное для него, он потом сознался, это были сцены, когда вот в этом церкви-амбаре деревенском, деревянном, куда загнали всю деревню, потом сжигают людей. Вот, и когда там что-то страшное было вот в этом амбаре, он мне потом говорил, «Лемгерыч, я чуть не сошел с ума». Я чуть не сошел с ума. А дело в том, что, ну, белорусы, у них, как говорится, теперь в генах уже, этот геноцид эти, вот погибший каждый четвертый, вот эти 628 полностью сожженных со всеми жителями деревень. и сколько там вообще чего натворили немцы. Вот, поэтому там каждый. Но есть защитные механизмы в психике человека. И они все помнят, в принципе. Ну, кто-то был ребенком, когда это все происходило, когда все горело. Вот. Кому-то родители рассказывали, короче, белорусам не надо долго объяснять, но защитные механизмы не дают им вот сыграть это. И тогда домой ведь на съемочной площадке, это все на натуре снято в Белоруссии, вот, и я 9 месяцев ни разу, ни на один день не отъезжал в Москву. Оператор иногда уезжал на выходные, два дня там, художник уезжал. А я ни одного дня не выехал. Оттуда боялся сдвинуться с места, потерять поле. Вот. И тогда домой я стал вот этим деревенским людям читать книгу. Ну, их сажал на землю. И начал им читать книгу «Я из огненной деревни». Эта книга потрясающая совершенно. которую сделали по своей инициативе за свой счет три белорусских писателя, во главе которых был Олеся Дамович. Они взяли как москвич, у кого-то из них был москвич, и объехали всю Белоруссию. Нашли всех людей, кто побывал в огненных кострах. И там такие рассказы. Это читать невозможно. И вот эта книга у меня как ну вот как лакмусовая бумага она лежала все время на рабочем столе. Сценарий сценарием. А вот эта вот книга, я в нее все время заглядывал. вот эта вот книга,